УАЗИС МЕДИА Уверены, у вас они возникают, когда вы исследуете Писание. Но я хочу начать с 24 главы, стих 5. Это часть того благословения, которое колдун, пытаясь сказать проклятие, не может вывести из себя. И благословение исходит. И он говорит, Это слова, которые записаны в еврейских молитвенных книгах. Все то, что попытался, чем попытался проклясть Валаам наш народ, Бог обратил во благо. До такой степени, что эти слова находятся и записаны в еврейских молитвах. Это ирония. Это ирония. Я смотрел один фильм, и он называется «Ваши». Это фамилия. Один еврейский бизнесмен, он чуть не погиб во время Холокоста, ребенком был. И чудом Бог спас. 17 месяцев они в Польше, в подвале, в вонючем подвале, 5 человек прожили. 17 месяцев. Чудом спасся. Потом уехал во Францию, выучился, в Америку выучился и приехал в Израиль. И на ком-то этапе купил немецкий завод «Телефункин», который был в свое время чисто в нацистском ведении. Насмешка, как одни пытались погубить других и стали просто их собственностью. Там сейчас на «Телефункине» несколько флагов развивается, один из них израильский. И вот здесь та же самая история, или точнее там та же самая история, а здесь она оригинальная. Когда враг приходит, чтобы погубить, но Бог обращает дела во благо. Желаю вам всем, чтобы направленное против вас зло всегда обращалось во благо. Но не забывайте молитву. Молитву, которую Ешо научил своих учеников. Отче наш, да святится имя Твое, да будет воля Твоя, и желание Твое, и сила Твое на земле, то есть царство Твое, чтобы здесь все стало так, как было когда-то. На земле, как и на небе, там написано про хлеб, на сущне, и про невидивое искушение, и защити нас от зла. Не веди нас во искушение. Это молитва, которой важно молиться, чтобы зло, которое, да, вокруг нас, оно мы в этом мире, привело, и в хорошие колосья, чтобы все все равно обращалось во благо нам. Ну, давайте разберем текст. Итак, мы находимся в 24 главе книги Числа и Слова. Как, 5 стих, «Как прекрасны шатры Твоя, Иаков, жилища Твои, Исраэль». Ох, а леха, или шатры. Мы уже учили про шатры. Шатры Шема. Место учения. Место Богопознания. Творец устами Ноаха, Ноя, и потом устами колдуна. И еще в других местах Писания утверждает место, где его присутствие будет, чтобы учить народы Богопознанию. Это шатры Иакова, шатры Сима, шатры Израиля. Мишканатеха Исраэль. Мишкан. Мишкан – это очень интересное слово. И оно происходит от слова «присутствовать», «божественное присутствие». И оно на еврите имеет в себе несколько согласных букв. Мем, шин, кав и нун. Мишкан. И, вы знаете, в еврейской традиции принято считать, что каждая из этих букв определяет путь, которым Господь Бог владычествует или управляет народом Израиля. Мем – от него происходит слово «мелех» или «царь». Шин – это шофет или судья. Кав – это коэн или священник. Священство. А нун – это пророк. Неви. То есть, царь, священник. Коэн или царь, судья, священник. И пророк. Четыре вида воздействия божественного на народ Израиля обеспечивали ему определенную стабильность и процветание. И мы читаем в Писаниях, когда придешь в землю свою и захочешь поставить себе царя, поставь его. То есть, мем – «мелех» – от этого слова «мешкан». Или «судьи будут управлять вами». Шофет – человек, который может ходить в страхе Господнем перед Господом. И если судью избирает народ, но благословляет Бог, то шофета или судью… То есть, если царя избирает народ и благословляет Бог, то судью также избирает народ и благословляет Бог, то следующий – коэн или священник – это уже что-то наследственное. Это те дети Аарона. То есть, ни первый, ни второй, ни царь, ни священник там не могут… ни царь, ни судья не могут там ничего поучаствовать, но только то родословие, в котором ты родился, и вот это священство, которое высвобождали священники, священство Ааронова, которое обеспечивало связь небес с землей, или пророк, пророков избирал Господь Бог, посылая их служить Израилю, чтобы выправлять пути. Почему я говорю про это? Потому что вот это слово «мешконатеха» или «мешкан», присутствие, место присутствия Господнего, оно также включает в себя титулы Машеха. Когда приходит Ешуа 2000 лет назад, то приходит как Невы. Он сам про себя говорит. «Я пророк, подобный тому, о котором говорил Моисей». Невы не только который прорицает какие-то слова, говоря «так-то и так-то и так-то будет в будущем», но он определяет эпоху. И в данном случае он определяет новозаветную эпоху. И Ешуа открывается как коген, или как священник. И написано, что «ты священник по чину Мелхиседека». Он определяется как судья. Хоть эта функция судейства еще не работает. Она будет, когда Господь ей вернется. И написано «и всем нам должно прийти на суд Машеха». И он будет царствовать здесь как царь. То есть теоретически он уже царь. Он с этим осуждением был распят. И он есть царь царей только еще на земле. Его царство не признано. Но в один день, когда он вернется, будет установлен как царь. То есть смотрите, мессианское пророчество включено в слова, которые колдун, пытаясь сказать проклятие, сказал благословение. И следующий стих. «Растилаются они, то есть шатры Якова, как долины, как сады при реках, как алойные дерева, насаженные Господом, как кедры при водах». Здесь мы можем использовать целую массу аллегорий или пророчеств в Писании. Например, в Откровении есть нечто подобное. «И он показал мне реку воды жизни, блестящую, словно кристалл, исходящую от Бога и от Агнца. Посреди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, приносящее двенадцать плодов, каждый месяц дающие плод свой, и листья дерева для исцеления народа. Аллойные деревья». В народной медицине очень часто используют аллойные листья, чтобы исцеляться. То есть вот здесь опять-таки указание на тот грядущий век. «Польется вода из ведер его, и семя его будет», 7 стих. «Как великие воды превзойдет Агага царь его, и возвысится царство его». Образ водопада, стремительной воды, подобно цунами, которая смывает всякую нечистоту, не только физическую. Агаг в данном случае исполин, что-то связанное с колдовством. Мы нуждаемся в этой воде. «Бог вывел его из Египта, быстрота единорога, быка у него, пожирает народы враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит врага». Опять бык. «Преклонил, лежит, как лев, как львица, кто поднимет его, благословляющий тебя, благословленный, проклинающий тебя, проклят». Опять лев, опять мессианский образ. Мы двигаемся дальше. И в 24 главе опять следующее, финальное, заключительное «проклятие», в кавычках, благословение, которое Валаам изрекает из себя. 17 стих. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова. Восстает Жезл от Израиля и разит князей Маава. И сокрушает всех сынов Сифовых». Этот стих непрост. Но здесь тоже мессианское пророчество. «Восходит звезда». Есть понимание, что те волхвы во времена рождения Господа Ишуа наблюдали как раз именно ту звезду. Так как они пришли с той стороны, откуда пришел Валаам. Они слышали про пророчество. И они пришли, ведомые этим пророчеством, чтобы увидеть звезду, которая покажет рождение царя Машеха. Ишуа, который родился в Бейт-Лехем Эфрата. Бейт-Лехем – это город недалеко от Иерусалима. С названием дополнительным Эфрата, что обозначает Эфраим. Эфраим – символ всего Израиля. То есть рождаемый там будет тем, который в себя вместит весь Израиль и в себе самом искупит весь Израиль. Народы, и здесь написано, сокрушает, восстает звезда от Иакова, восстает жезл от Израиля. То есть что-то царственное. Разит князей Маава. Сокрушает всех сынов Сифовых. Если мы детально смотрим вот эти выражения, то вот здесь как раз видно то, что я минуту назад говорил про мешкан, про служение царя, про служение пророка, про служение судьи, про служение коэна или священника, которые вкладываются изначально в миссию Машиаха, что он придет и проявит свое вот это четырехстороннее служение, чтобы установить божественное присутствие, чтобы та молитва, которой Иешуа научил своих учеников, исполнилась. Да будет воля Твоя, Господь, Царь наш небесный, на земле, как и на небе, чтобы произошло то восстановление из той всей разрухи духовной и физической, которая перенесло человечество, потеряв место в Эдеме и изгнав Господь его туда, дозволил человеку пройти все эти пути. Читаем дальше, восемнадцатый стих. Едом будет, или Эдом будет его владением, Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Вы знаете, я здесь хочу использовать немножко проблематичное раввинистическое толкование, которое имеет место. Эдомом, Сеир это тоже связано с Эдомом, это многие называют Рим, или Римскую империю, или ту христианскую религию, которая поднялась в третьем веке после объявления Константином Римской империи христианской, которая оторвалась от еврейских корней и впустила в себя целую массу язычества. Здесь пророчество говорит, едом будет под твоим владением, то есть настанет время, когда церковь, этот анклав, который до сегодняшнего дня считает, что он заместил Израиль поймет. И исполнятся слова, которые написаны в Захаре. Десять язычников хватит за пол одного иудея. Я думаю, что это больше литеральное выражение, аллегорическое, когда они просто поймут, скажут, мы хотим вернуться к исконному знанию текста, к пониманию, к простоте, которая записана в еврейской Библии. Происшествие от Иакова, 19-20 стих, овладеет и погубит оставшееся от города. Увидел он Амалека и произнес притчу, и сказал, первый из народов Амалек, но конец его гибели. Амалек тогда был очень силен, но исполнилось слово. Физически Амалека больше не существует, хотя духовный Амалек до сегодняшнего дня есть. И он увидел Кенеев, произнес притчу свою и сказал, крепко жилище твое на скале ты, но разорен будет Кенан. И недолго до того, и Асур поведет тебя в плен, и произнес притчу свою и сказал, горе, кто уцелеет, кого навеет, на кого наведет сие Господь. Придут корабли от Китима и смирят Асура, и смирят Эвера, но им гибель. То есть здесь, в этом пророчестве, Валаам провозглашает Бог разными путями проведет израильский народ и поможет ему найти себя в правильной позиции. Но путь еще долг. Но сейчас я хочу подойти к проблематичной части недельного чтения Балак. 25 стих 24 главы говорит, и пошел Балак к себе на родину, а Балак к себе разошлись. То есть этот говорит, ну чему ты нас, чему мы достигли, мы столько тебе денег вбухали, а ты их не проклял, благословил. И здесь дальше ничего не написано. Но мы знаем из других мест Писания, что не все так закончилось. Валаам или Бель-Ам понял, что у него нету духовного ресурса, чтобы противостать божественной, сверхъестественной защите на Израиль. И тогда он избирает старый испытанный метод. Мы уже учили про место, с которого он пытался третий раз проклясти Израиль, оно называется Пеор, или место, где было поклонение Богу плодородия, божеству плодородия, идолу плодородия. И он дает мерзкий совет Балаку и его князьям. Он говорит, послушайте, Израиль защищен Господом до того момента, пока он соблюдает законы и уставы, которые Господь Бог дал им. Но если вы спровоцируете их выйти из этой безопасной зоны, это то же самое, что в экресиасте написано, разрушите, помогите им разрушить ограду. Змей начнет жалить их. И видите, не всегда духовное является нашей проблемой. Очень часто в физическом люди падают. Люди вроде бы сильные. И посмотрите новости, как много людей известных, толковых, помазанных упали благодаря тому, что называется плоть, что-то в доме не сгармонировало. Не добоялись страхом Господнем. И вот здесь написано, и когда Израиль стоял там, в сетиме, народ стал развратничать с маовитянками. То есть, они послали людей, которые были специалисты, жрицы, пеора, блудницы. Но они взяли не простолюдинок, а царских дочерей, которые были посвящены этому божеству. И в том древнем мире, как таковой, сексуальной морали было немного, особенно у этих хананейских и вокруг хананейских народов. И блуд, и сексуальная нечистота, это было частью того грязного образа жизни, который Творец осудил и руками Израиля сделал шаг, чтобы очистить совершенно. Но здесь Израиль получил хороший удар. И эти высокопоставленные блудницы пошли и совратили даже не простых людей в Израиле, а князей. И когда они там начали блудодействовать, началось страшное поражение внутри. И Моисей, увидев все это, сказал еще немножко. Мы потеряем божественную защиту. Мы читаем про Пинхаса, Финес на русском языке. Возревновало Господи, схватил кольпье и пошел и поразил нечестивца. В те времена это были методы. Сегодня нам запрещены подобные методы. Да и не нужно. Зачем? Сегодня, во времена, когда через Господа Ишуа Бог раскрывает нам другие ресурсы, небесные ресурсы, важно возревновать о них. И через них попросить Творца, чтобы Он дал чистоту и праведность и Бога знаний и покаяния. Вы знаете, удары часто, к сожалению, не приносят видимых результатов. Человек часто от ударов костенеет, а не раскаивается. И я хочу прочитать место из Писания, которое записано в послании евреям. И оно записано в 12 главе, когда автор сравнивает служение или наше откровение новозаветнее с откровением, которое было у Израиля, когда они были возле горы Синай. И он говорит, они, то есть Израиль, в то время приблизился к горе Синай. И там было ревы, мрак и буря, и шофар Господень. И там было страшное явление. Моисей говорит, я боюсь приближаться туда. Но автор восклицает и говорит, вы же приблизитесь к горе Сиону, к городу живого Бога, небесному Иерусалиму, к мириадам ангелам, к праздничному собору божьих первенцев, чьи имена записаны в небесах, к Богу, судье всех людей, к духам совершенных праведников, посреднику нового договора с Богом и Иешуа, чья окропляющая кровь обещает лучше, чем кровь Авеля. Так смотрите, не отказывайтесь слушать, когда он говорит. Здесь призыв, чтобы мы могли возревновать о Боге. И о том, чтобы откровение его славы, как в первом веке, начало являться среди нас, разрушая нечистоту, служение пиора или другой блудливой гадости, которая наполняет сегодня землю. Чтобы люди видели разницу и могли устремляться туда, где видят восходящее над тобою сияние, как говорит пророк Исаия. Мы выучили кое-чего. Мы увидели суть. Мы нуждаемся в Машехе, который являет из себя служителя, одновременно устанавливающий Божью скинью разными путями своего служения, как царь, как судья, как священник, как пророк. Мы видим, что нам нужно исполняться страхом Господним и черпать силы Нового Завета, чтобы восходящее сияние над нами помогало достигать жизни людей Светом Божьим, чтобы эффект был и чтобы не подвергнуться поражению, которое когда-то поразило Израиль. И лишь заступничество Пинхаса спасло их. Пусть Бог поможет всем нам. Желаю вам благословений. До следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»